всем привет с вами селена своей и сейчас у нас вторая часть по накладным волосам сегодня мы рассмотрим хвосты где сделала уже хвостик и расскажу вам о том как я кручу волосы искусственные как вы знаете их нельзя да там плойками и так далее можно сжечь как я кручу и так сейчас я расскажу вам о хвостике значит два хвостика у меня есть в первой части о них говорила один у меня значит идет на вот таких вот ленточках второе другое немножечко цвет он идет на липучки вот такой вот отдельной штучкой и что я говорила что я не рекомендую вам липучки потому что они реально прилипают и к этим волосам и к вашим волосам там отлипает все торчит как бы вот мне липучки не очень понравились но цвет здесь хороший который больше мне подходит по цвету волос сейчас я вам покажу вот этот как одевать это немножко не мой цвет волос но я просто покажу что ленточки лучше не хочу чтобы лишний раз цеплялись мои волосы значит здесь есть вот такая вот штучка которая подкалывается наверх сначала вы делаете хвост обычный подкалывается наверх именно для того чтобы не съезжал ваш хвостик то есть вы его расчесали красиво дальше вы вот этой штучкой закалываете так раз приколол потом ленточками вокруг обуви ли вот так вот завязали ну и для того чтобы не было видно допустим вот этих вот ленточек да хотя можно оставить мы можем с под низу взять прятку волос какой-то длине и так и обмотать вокруг шел хвостик не вижу что происходит запутываются или нет в общем обмотать и заколоть какой-нибудь невидим очкой вот но как видите подходит или нет накрутила намудрила у меня видите не очень видно моих волос вот здесь сверху поэтому я могу любой цвет в принципе но это все равно слишком яркий в общем вот что получилось а единственно что волосы ваши должны быть идеально ровными потому что они будут так или иначе выглядывать у меня сейчас видите после укладки все вот так это же достаточно желание чтобы они совпадали с цветом волос которые вы купили видите это слишком яркий белый а вот этот такой мы приглушенный в целом получается вот так вот другой цвет который у меня есть он кажется чуть более подходит но когда ровненькие волосы внизу они тогда ну как бы сплетается и все хорошо опять же в этом видео говорю если кто-то не смотрел первую часть если кто-то знает как красить искусственные волосы придать им оттенок какой-то другой да вот например блонди какой-то приглушенный или беленький или еще что то пожалуйста пишите мне потому что я соштугировала весь интернет и не смогла к сожалению найти как красить волосы потому что то ли баллончиком красить я не представляю как баллончиком баллончик тоже он не покрасит вам волосы вот так вокруг да то есть он может пятнами покрасить потом какие-то синьки ну то есть там 30 это буквально там синий синьку какой-нибудь чернила какие-нибудь а нужно же нам девочки так оттенки всякие разные еще разных оттенков и так и сейчас я вам покажу как крутить если вы заказали например хвост какой-то красивый у вас он накручен и да то вы можете легко его выпрямить и этим же способом вы можете накрутить использовать будем вот этот цвет волос я вам покажу на отдельные прядки вам понадобится вот допустим если у вас есть какие-то укладочные средства вам нужно подобрать что-то не не горячая да например подобрать чтобы была такая же укладка как у вас на волосах вот например я крутилась сегодня на трава бегуди они вот такого у меня размер вот я нашла такие нам нужно взять волосик и просто накрутить накрутить на нашу бегутю аккуратненько чтобы было красиво желательно вот эти бегуди у меня не очень хорошие желательно чтобы были бегуди какие-то красивые ровные потому что останется каждый след так дальше мы берем и просто поливаем кипятком либо горячей водой у меня в ванне прям идет очень горячая вода мы можем ей полить пойдемте польем и так я включаю горячую воду прям горячую горячую вот уже обжигаю руку и просто вот направляю горячую воду сюда так оно все у нас полностью намочилось в принципе сразу все хватается сейчас чуть-чуть подостынет и мы раскрутим увидеть пока наша прядка сушится я вам расскажу о других моментах значит что касаемо прядки если у вас не накрутится она под горячей водой значит вам нужно еще более горячей это наверняка кипятком просто поливаете кипятком накрутили прядь на то что вам нужно да и полили кипятком важный момент чтобы все волосы были мокрые обязательно иначе тоже плохо накрутиться прямо вот поливается так чтобы все все промокло там и второй момент дадите высохнуть чтобы влага немножечко все таки испарилась и ушла потому что из-за влаги может тоже немножко не так сильно накрутиться волос да как вы ожидаете будет тянуть вода вниз как бы немножечко раскрутиться поэтому дайте подсохнуть там два-три часа лучше всего пусть высушатся они накрученные да и когда высушатся вы уже снимите все это дело вот так же выпрямлять в принципе любые накрученные пряди вы просто берете пьете на них кипяток и они прямо на ваших глазах вы увидите как становятся ровными а потом просто повесите и дадите им высушиться и расчешите как я крутила вот этот вот это я крутила то есть волны видите здесь крупные волны это у меня есть укладочное средство babyliss там вот такие три две штуки большие три маленькие вот не подготовила к сожалению но вы наверняка знаете все да там есть круг крупная вот такая вот прядь и такая же чуть поменьше и там есть температура выставление температуре я делала все это на 110 температуры на температуре 110 то есть можно крутить единственное что когда они сухие они не крутятся я брала каждую прядку вот так вот до мочилые спреем чтобы она прям вся была мокрая и на мокрые да вот эти вот я делала вот вот этой вот своей плойкой но единственная замучилась честно говоря потому что они чуть-чуть погуще чем все остальные бы я замучилась потому что прядки я брала небольшие большой потому что большими она не не хваталось как-то да и вот по прядочки по прядочки все равно не то немножко да но волнистый но не то вот поэтому не знаю может быть вот ведь я смотрела в интернете гофре найти такое знаете чтобы вот так защипил волос полил вот кипятком тоже мало где это в общем я не стала заморачиваться попробовала вот так вот вот в принципе то есть возможно до на 110 еще хотела вам показать вот такое приспособление свое как я пока укладываю волосы как я их креплю просто взяла обычную вешалочку крабики вот такие вот защипила сверху да и вот я расчесываю их там накручиваю повесить можно куда угодно там на ручку шкафа какого-нибудь или еще что-нибудь так вот она у меня все сохнет вот так что если вы не можете придумать куда волосы эти дети то можете использовать такой вот момент и так у нас конечно 23 часа не пройдет пока все просушится но я не знаю что получится может вы увидите саму суть что она крутится прядка что она у нас будет вот она накручена ведь слава богу накрутился вот ну в общем-то давайте высохнуть и я думаю если бы она была суха она была бы еще более накручена и вот так вот каждую прядку все выровняю точно также поле полив кипяточком на нее вот и все с моими накладными прядями все-таки конечно я не нашла идеально свой цвет волос но считайте я если хвост отдельно считает да и отдельно пряди я на них пока потратила тысячу то у меня получается трое накладных прядей я потратила тысячу и два хвоста я потратил на них 500 рублей походите по сравнивайте цены да то есть в принципе я не то чтобы агитирую покупаете искусственные волосы там это это если есть деньги девчонки лучше конечно ну вот лишние да там и вы будет точно пользоваться этим потому что я еще беру потому что я не знаю буду пользоваться этим или нет я всегда отберу все беру 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 потом у нас лежит 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 я уже знаю себя думаю возьму чуть подешевле сейчас попробую если мне действительно понравится и будет круто то стоит потратиться да конечно настоящий натуральный волос лучше во первых он надолго эти волосы достаточно быстро портятся то есть у меня у подруги были она мне рассказывала и что они портятся они секутся там нужно потом подрезать кончики чтобы это все красиво смотрелось то есть они не долговечны и второй момент что вот с тем что крутить да тоже мы не можем взять плойку на котором или тоже крутимся мы должны как-то изощряться вот и еще один большой минус то что мы не можем покрасить их все таки да так бы взяли красочку от которой я крашусь покрасила и все идеально ровно все сделано вот эти конечно минусы ну а плюсы это цена вот то что можно крутить тоже вот ну и благодаря цене мы можем поэкспериментировать заказать несколько раз и возможно мы подберем что-то свое ну и соответственно если вам это не подойдет вы также можете попробовать да может вам тоже это не подойдет и не нужно может вам тяжело будет волосы носить или еще что-нибудь всегда можете там потратить какие-то 250 500 рублей их не жалко да потратили попробовали думаете ой не мое все тяжело и не нравится и вообще лучше со своими не видно там ничего такого вот может быть совершенно не ваш тогда вы сохраните свои деньги в целости и сохранить вот такие вот плюсы и минусы накладных прядей накладных хвостов надеюсь мое видео было вам полезно ставьте лайк подписывайтесь на канал не не упустите новые видео а с вами была селена своей пока пока